Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» из студии Вашингтоне. С вами Юлия Аппел. Сегодня в программе. У берегов Швеции обнаружена затонувшая подводная лодка с кириллической надписью на корпусе. Украинская художница создала портрет Владимира Путина из гильз мест боевых действий на востоке Украины. 25-летие американского закона о людях с ограниченными возможностями и ситуация в России и Украине. Начинаем с новостей из Праги. Катерина. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Катерина Кочкина. Здравствуйте. Начнем с одной из главных новостей в мире сегодня. Затонувшая подводная лодка с кириллической надписью на корпусе найдена в Балтийском море у берегов Швеции. Есть вероятность, что она стояла на вооружении Российской империи. Затонувшую лодку обнаружили шведские водолазы из исследовательской группы Ocean X Team. Свою видеосъемку они передали Министерству обороны Швеции. Там находку изучают, но комментариев пока не дают. Сами же водолазы утверждают, что лодка задраена, на корпусе нет никаких видимых повреждений, и члены экипажа вряд ли успели покинуть борт. Лодка очень хорошо сохранилась. Ни на корпусе, ни на башне нет следов повреждения. На корпусе лодки мы обнаружили надпись кириллица, которую мы не смогли прочитать. Сегодня мы уже знаем, что это старая подводная лодка. В ее названии присутствует орфография, которую в России перестали использовать в 1918 году. Название лодки — Сом. Сейчас мы уже можем сказать, что эта подлодка затонула после столкновения со шведским пароходом в 1916 году. Поскольку лодка небольшая, всего лишь 20 метров в длину и весом 100 тонн, возможность поднять ее на поверхность есть. Останки 18 членов экипажа все еще находятся на борту лодки. И думаю, что возвращение подводников на родную землю имело бы большое значение для России. Мы связались с военно-историческим обществом, где в данный момент эксперты устанавливают, действительно ли найденная в шведских водах подводная лодка входила в состав флота Российской империи. Безусловно, оптимальным был бы вариант реализовать проект, поднять эту подводную лодку. Но мы понимаем, что это достаточно затратный проект. Во-первых, даже не во-первых, а во-вторых, а во-первых, это в соответствии с международным правом. В настоящее время это собственность Швеции. Мы надеемся, что, разумеется, не откажут, но для того, чтобы урегулировать все эти вопросы относительно международного права, для того, чтобы проработать техническую возможность того, чтобы достать эту лодку, это все понадобится некоторое время. И вот сейчас этим мы, безусловно, будем заниматься. Компенсация за разрушенное жилье для жителей Донбасса. Украинские правозащитники предложили законопроект, который поможет получить деньги вынужденным переселенцам из зоны боевых действий. Кто сможет рассчитывать на компенсацию, узнали наши корреспонденты. Тут жила бабушка, 86 лет. Что с этой квартирой осталось? Квартиру соседки показывает Светлана. У самой женщины квартира цела, разбитые только окна. Но ее хрупкое убежище может стать мишенью в любой момент. У меня она еще не пострадала, золотая моя. Вот мои окна. Я живу на первом этаже. У меня, да, вот мина попала. Вот окна мои выпали. Спасибо племянник, обил пленкой. Вот я живу на первом этаже. Моих два окна. Гляньте на них. Выплаты за еще целое жилье в зоне обстрелов по украинскому законодательству не предполагаются. И даже за разбитые дома получить компенсацию можно только, если местная администрация выделит деньги из бюджета. Есть некоторые инициативы, которые могут вырабатываться ситуативно. Есть какие-то инициативы, которые может реализовать местное самоуправление, областная администрация в рамках своих местных бюджетов, восстанавливать какие-то объекты инфраструктуры или имущества. Но как такового права на сегодня у людей, которые покинули зону конфликта, нет. То есть человек, который утратил имущество, ему некуда прийти и сказать, я бы хотел получить какую-то компенсацию. Но прежде хозяевам дома предстоит еще собрать доказательства, что жилье было разрушено именно в результате боевых действий. Мне сказали, надо сфотографировать трех свидетелей, что именно туда попал снаряд, а не то, что оно просто, просто ли кто-то его подпалил. Надо зафиксировать, что именно снаряд туда упал. Его разбило снарядом. И зафиксировать, пойти куда-то и что, я не знаю, что дальше делать. И только доказать, доказать, что это действительно во время АТО это все пострадало, у меня нет возможности. У меня нет ни фотографий. Я не умею снимать. Вот собаку нашу, мать, ничего нет. Граждан, нельзя, граждан, нельзя. Правозащитники предложили свой законопроект, согласно которому за переселенцами из Донбасса и Крыма закрепляется право на получение в будущем компенсации за жилье, которое им пришлось покинуть. Денег людям сразу не дадут, даже если такой закон будет принят, поясняют авторы законопроекта. Мы, как одни из авторов этого законопроекта, инициировали хотя бы декларативно, что это право есть, для того, чтобы потом можно было разрабатывать дальнейший механизм, но не говорить, что это будет в бюджете 2015 или в бюджете 2016 года, но последовательно закладывать такую возможную компенсацию. Тем временем сами жители Красной Зоны рассчитывают только на свои силы. Мы ожидаем, что это все скоро прекратится и будет точно так же работать, и как-то мы, может, работу найдем. Владимир Путин – лицо войны. Украинская художница создала портрет российского президента из гильз. Часть из них она подобрала на Майдане, часть привезли из зоны конфликта в Донбассе. Каждая гильза символизирует потерянную на войне жизнь. Подробности в материале Марии Яблонской. «Лицо войны» – так назвала свою работу киевская художница Дарья Марченко. Портрет Владимира Путина из гильз она создавала около полугода. По задумке, выражение лица Владимира Путина на этом портрете меняется в зависимости от освещения. Он смотрит на публику то с гордостью, то с сожалением, а иногда гневно. Дарья пыталась показать таким образом энергию войны. Именно Владимира Путина она считает виновным в гибели украинцев. Сначала на Майдане, затем на востоке страны. Каждая гильза для нее символ чьей-то оборвавшейся жизни. Я понимала, что если я буду вовлекаться настолько, и я буду думать, вот допустим, эта гильза, она завалила человека или не завалила, она убила человека или нет. Понятное дело, эта мысль, она у меня была. Часть этих гильз подобрали на Майдане зимой прошлого года. Многие ей привезли друзья, воевавшие под Марьенко, Иловайском, Широкино и Донецком. На этот портрет размером 2,5 на 1,8 метра ушло 5 тысяч штук. Художница планирует в будущем создать серию портретов из бомб, гранат и снарядов для артиллерийской установки град. Экологи против застройщиков в заповедной зоне. Почти 8 километров береговой линии Днестра превратились в коттеджные поселки. Владельцы отгородились от остального мира заборами и убеждены, что действуют по закону. Специалисты же опасаются экологического коллапса. В подводных течениях разбирался наш корреспондент Всеволод Ананьев. Перед нами заповедная территория на реке Днестр, урочище Днестровские плавни. Настоящий рай для рыбаков и сложная экосистема для украинской флоры и фауны. Но любоваться красотами Днестра, а тем более порыбачить, можно далеко не везде. Сейчас мы все еще находимся в заповедной зоне, но дальше не пройти. Начинается частный коттеджный поселок. Элитным жильем застроена почти вся 8-километровая береговая зона Нижнедестровского национального парка. Экологи бьют тревогу. Варварское отношение к природе грозит обернуться большой бедой. Причем не только для Украины. Идется капитальная застройка уникальных заповедных земель. Не просто каких-то земель бросовых, а заповедных земель. Что является резервом для планеты в целом, для биосферы. За высокими заборами гостям не рады. Хозяева двухэтажных домиков с недоумением и даже нескрываемым раздражением смотрят на экологическую инспекцию и телекамеры. Мол, зачем поднимать шумиху и вторгаться в частные владения? Наша территория, она создана для представителей нашего сообщества. Люди, которые платят членские взносы, они сюда приезжают с семьями, проводят время. На выпады экологов у владельцев приватных рыболовных угодий тоже есть свое мнение. В наших садках, в которых мы ловим рыбу, допустим, приходят выдра кушать. Как мы можем экологию? Здесь ужились все. Здесь мы настолько оберегаем природу по сравнению с тем, что творится ниже по течению. И там, где обильный доступ всех рыбаков загажено, замусерено. Законностью размещения коттеджей заинтересовалась прокуратура. Правда, почему только сейчас, не говорят. Но уверяют, если увидят, что нарушается закон, виновные будут наказаны. В ближайшее время мы будем проводить очень активные следственные действия. И сможем проинформировать буквально, я думаю, через неделю всех, кто к нам обратится. Тем временем река Днестр снабжает питьевой водой как Украину, так и Республику Молдова. Экологи утверждают, что продукты жизнедеятельности богачей Днестра – угроза не только экологии, но и здоровью людей. Сегодня там очистных сооружений нет. Там есть выгребные какие-то колодцы. Но представьте себе, начнется сильнейший паводок. Эта вода будет заливать эти колодцы. И все это, что находится там, оно будет вытекать опять в место. Все эти проблемы, по заверениям специалистов, ведут к истощению генетических ресурсов планеты. Однако их мнение до сих пор не было услышано. Ежегодно на Днестре строят десятки новых приватных коттеджей. Всеволод Тананев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Передаем слово коллегам в Вашингтоне. В США продолжают обсуждать соглашения по иранской ядерной программе. Юля, эфир ваш. Спасибо, Катя. Комитет по международным отношениям Палаты представителей США в эту минуту проводит слушания, посвященные иранскому ядерному соглашению. Свидетелями выступает госсекретарь Джон Керри, министр финансов Джек Лью и министр энергетики Эрнес Мониц. В здании Палаты представителей находится наш корреспондент Роман Мамонов. Он сейчас с нами на прямой связи. Роман, приветствую. Мы ждем подробностей. Да, Юлия, приветствую. Слушания начались буквально 20 минут назад, но температура там явно повышается. Можно предполагать, что слушания сегодня будут не менее жаркими, чем дискуссии на прошлой неделе в Сенате, в Верхней Палате Конгресса. Тон на этой дискуссии задал глава комитета по международным отношениям Эд Моррис, республиканец от Калифорнии, который в духе республиканцев, конечно же, заявил, что достигнутые соглашения ставят под угрозу безопасность как Соединенных Штатов, так и партнеров в регионе, в первую очередь Израиля. Он напомнил, что Белый дом возмутительно позволил Совету безопасности ООН проголосовать по резолюциям, связанным с этим соглашением, до того, как, видите ли, Конгресс проголосовал. Так что республиканцы явно намерены дать бой представителям администрации. Впрочем, демократы тоже не стоят в стороне. Представитель демократической партии, второе лицо в комитете Элиот Энгель заявил, что все равно дипломаты, конечно, проделали большую работу, но и у демократов в Нижней Палате тоже много вопросов. Например, что произойдет через 10 лет, когда соглашение истечет, или через 15 лет, когда истекут даже дополнительные ограничения. Джон Керри, взяв слово, заявил, что, конечно, в рамках этих слушаний он рассчитывает развеять многие заблуждения и даже ложь, которая звучит в отношении этого соглашения с Ираном. Он сказал, что сейчас по телевизору, как он говорит в рекламе, много неточностей и много передергиваний. Так что в рамках сегодняшней слушаний мы рассчитываем как раз услышать, как Белый дом рассчитывает защищать это соглашение. Отмечу, что в Нижней Палате Американского Конгресса у республиканцев 246 мест, это больше, чем половина. А это значит, что они способны пустить под откос эту сделку. Но вот в Сенате все будет не так просто. Посмотрим. Юля. Спасибо. Из Палаты представителей наш корреспондент Роман Мамонов. Тем временем на следующей неделе Джон Керри посетит Египет и регион Персидского залива для переговоров о ядерном соглашении с Ираном и борьбе с боевиками исламского государства. Президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган пообещал продолжать кампанию против боевиков исламского государства и курских повстанцев в Сирии и Ираке. В то время как члены НАТО собрались на экстренное заседание, посвященное этому вопросу. В нашей борьбе против терроризма не будет ни шагу назад, заявил он. Это длительный процесс и он будет продолжаться с той же решимостью. Эрдоган также выразил уверенность в принятии необходимых мер со стороны лидеров Альянса. В понедельник США заявили, что вместе с Турцией разрабатывают план действий для освобождения Северной Сирии от боевиков ИГИЛ. Такая кампания ознаменовала бы существенную активизацию роли Анкары в борьбе с боевиками в регионе. Россия пообещала наложить вето на резолюцию по малазийскому авиалайнеру, сбитому в небе над Украиной в июле прошлого года. Документ предусматривает создание международного трибунала по расследованию крушения. Мы будем голосовать против, в этом у меня сомнений нет, заявил постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. По словам Чуркина, за резолюцией стоит цитата «явная попытка создать еще один очаг конфронтации, который мог бы иметь очень далеко идущие последствия для международных отношений». Конец цитаты. Проект резолюции был внесен в Совет безопасности ООН Малайзии. Голосование намечено на среду. Серьезная озабоченность на Западе вызвала новая военно-морская доктрина России. Она, среди прочего, предполагает активную модернизацию российского военно-морского флота и расширение его потенциала от Арктики до Антарктики. Кроме того, становится перманентным военное присутствие РФ в Средиземноморье. Пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что у США есть собственная стратегия, включающая военно-морской компонент, и что нет оснований для превращения морского пространства в арену конфликта. Между тем, Москва продолжает нарушать соглашения о контроле над вооружениями, вновь представляя собой стратегическую ядерную угрозу Америки и ее союзникам. Продолжение темы в материале Вадима Алиничева. Соединенные Штаты и Советский Союз подписали договор о ликвидации ракетных арсеналов в декабре 1987 года. Соглашение запрещает разработку, производство, испытания и развертывание ракет средней и малой дальности. В соответствии с договором стороны ликвидировали пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров. Однако в последних докладах правительства США прямо говорится, что Россия нарушает достигнутые соглашения. Так, Госдепартамент уже не раз указывал на то, что, например, испытания ракетных комплексов «Искандер» квалифицируются как нарушение договора. Однако ни одна проверка не предоставляет исчерпывающей информации, и на сбор фактов часто требуются годы. В конце концов, в Пентагоне сделали вывод. Принятие Москвой новой военно-морской доктрины и разработка новейших ракетных комплексов вновь ставят под угрозу европейскую безопасность. Инфраструктура многих стран Евросоюза, учитывая их близость к российским границам, потенциально может быть уничтожена в считанные минуты. Поэтому НАТО и разрабатывает планы установки систем противоракетной обороны в Восточной Европе. Среди экспертов на Западе есть мнение, что эффективным сдерживающим фактором для России было бы размещение в Европе новой модификации ракет средней дальности «Першинг», ликвидированных Америкой в начале 90-х в рамках договора. Однако часть специалистов считает, что такой шаг был бы эскалацией напряженности. Поэтому найти европейское государство, которое согласится разместить у себя на территории такие вооружения, будет затруднительно. Более того, новая гонка вооружений на границах Восточной Европы только усилит нервозность в верхних эшелонах власти. А это может привести к непредсказуемым последствиям. Соответственно, правы те, кто говорит, что вопрос о соблюдении договора – это вопрос не военный, а политический. И ответ на него тоже должен быть политическим. Кризис выходит на более серьезный виток. На смену спорным и претензиям пришли реальные угрозы применения контрмер военного характера, включая размещение вооружений. Пока что русские нигде не установили те вооружения, которые они разрабатывают. И Америка в ответ тоже не увеличивается его присутствие на передовых рубежах. Но кризис однозначно развивается в более опасном направлении. Разрешением ситуации с договором о ликвидации ракет средней и малой дальности должно стать четкое определение его рамок. Но различие в подходах к проблеме в Вашингтоне и Москве делает этот процесс весьма сложным. Как сказала консультант Конгресса США по вопросам ядерных вооружений Эми Вулф, договор – это сундук, в который нельзя запихивать все подряд. Сначала надо разобраться, какие ракеты в него помещаются, и затем закрыть сундук на замок. Все же, что в него не поместилось, должно быть предметом для других дискуссий. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Настоящее время, Вашингтон. Генпрокуратура РФ назвала первую нежелательную организацию в России. Ей стал Американский национальный фонд в поддержку демократии, деятельность которого на территории России теперь запрещена, поскольку, по сообщению ведомства, она угрожает конституционному строю страны и ее безопасности. Это продолжение процессов, которые происходили в течение последних 10 лет. Ничего здесь нового нет. Атака на НКО, иностранные агенты, попытки навесить ярлыки, изгнание USAID – все это тенденция. Госсекретарь США Джон Керри представил ежегодный доклад о торговле людьми в мире. Доклад оценивает работу правитель в 188 стран по борьбе с современным рабством. Керри назвал торговлю людьми индустрией, которая приносит 150 миллиардов долларов в год, и призвал правительство укреплять и применять свои законы. Россия и Украина являются источниками, странами транзита и странами назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду, говорится в докладе. В России проблема усугубляется на фоне увеличения количества мигрантов. По сведениям из официальных и неофициальных источников, в стране находятся от 5 до 12 миллионов иностранных рабочих. В основном они заняты на стройках, рынках и нелегальных производствах. Многие из них подвергаются принудительному бесплатному труду, физическому насилию и вынуждены существовать в непригодных для жизни условиях. В Украине, согласно докладу, преобладает торговля людьми с целью предоставления секс-услуг и принудительный труд наравне с Россией, Польшей, Турцией, США и другими частями Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Украинские женщины и дети становятся жертвами торговли людьми внутри страны. Некоторые из них принудительно попрошайничают. В государственных приютах содержится от 82 до 200 тысяч детей. Именно они в зоне риска и могут оказаться жертвами торговли людьми. Агрессия со стороны России привела к тому, что в Восточной Украине более 1,3 миллиона человек были вынуждены покинуть свои места проживания, что также поместило их в зону риска. Поступает сообщение о случаях похищения людей с целью продажи их в сексуальное рабство в зонах конфликта. В докладе также отмечается, что пророссийские сепаратисты в Восточной Украине использовали несовершеннолетних в качестве солдат, осведомителей и живого щита. Администрация Обамы приняла решение, что Агентство национальной безопасности в ближайшее время прекратит анализировать и в конце концов уничтожить данные о миллионах телефонных звонков американцев. Информация была собрана в рамках программы, существование которой раскрыл бывший подрядчик АНБ Эдвард Сноуден. АНБ уже сейчас технически готова ликвидировать данные, однако этого нельзя сделать, пока не завершено рассмотрение судебных исков частных лиц против агентства. Эфир продолжат коллеги в Праге. Катя. Спасибо, Юлия. Молдова делает очередной шаг в ужесточении антитабачного законодательства. Как относятся граждане страны к этой инициативе, выяснил мой коллега Александр Силич. Это Гара-де-Норд в Кишиневе, северный автобусный вокзал. Наклейка на самом видном месте возле КАЗ гласит «Курить запрещено». Похоже, власти молдавской столицы уже начали притворять в жизнь новый антитабачный закон. У нас очень много курящих, среди молодежи тоже. Как бы вот эта мода еще не прошла, я так думаю, с советских времен. В Молдове уже сегодня запрещена реклама табачных изделий, а также их продажа в ночное время суток, с 10 вечера до 8 утра. Тело человека – это храм Святого Духа, который нельзя ни в коем случае осквернять. Кстати, осквернение организма в общественном месте и нарушение правил торговли сигаретами теперь обойдутся в копеечку. Штрафы составляют от 50 до 500 евро в местной валюте. Также в стране введут запрет на продажу ароматизированных сигарет и на стимулирование производства табака. Табачная промышленность работает в очень узком, дешевом спектре сигарет. Те, кто курит дешевые сигареты, если они завтра пропадут, они начнут курить траву, просто вот сушеные листья. Ужесточение антитабачного законодательства, по мнению коллег-журналистов, связано и с тем, что официально Кишинев активно смотрит в сторону Брюсселя. И сближение каких-то основ законодательства, каких-то правовых норм с европейскими, ну, наверное, это один из шагов на этом направлении. А чтобы шагать в направлении ЕС по-настоящему семимильными шагами, то 2020 года в Молдове хотят довести цены на табачные изделия до средних по Евросоюзу. Пока что пачка Мальбора или Кемела здесь стоит около одного евро. Когда же она будет стоить пять, как в Германии или Бельгии, тогда вкупе со штрафами курение может стать для граждан страны, чьи экономические успехи пока невелики, непозволительной роскошью. Александр Силич, Настоящее время, Молдова. В России под угрозой закрытия оказался центр адаптации и обучения беженцев. Место, где люди могут бесплатно получить психологическую помощь и уроки русского языка, городские власти выселяют из здания в центре Москвы. С подробностями моя коллега Беата Бубенец. 30-летняя Рена живет в России уже год. Вместе со своим мужем и двумя детьми она бежала от войны в Сирии. Вспоминая пережитых ужасов, улыбчивая Рена еле сдерживает слезы. От ее родного городка Лепа остались одни руины. Здесь, в России, они с семьей надеются начать новую жизнь. Для этого ей, как и другим трудовым мигрантам, необходимо сдать обязательный экзамен по русскому языку, истории России и праву. Здесь бесплатно, люди, помощь, все они волонтеры. В соседней комнате с ее детьми, 4-летним Арикой и 7-летним Жадом, занимается волонтер Ася. В игровой форме она учит их русскому языку. Центр адаптации и обучения детей беженцев стал для многих единственным местом, где можно получить бесплатное обучение русскому языку и психологическую поддержку. За 19 лет существования организация помогла адаптироваться к жизни в России более чем тысячам детям из Сирии, Конго, Украины и других стран. Детям важно общаться, они учат друг друга, учат русскому языку. Может так получиться, что в сентябре Рене, Жаду, Марике и остальным 73-м подопечным центра будет негде заниматься. Департамент городского имущества города Москвы прислал письмо с уведомлением о выселении центра. Все равно каждый раз ответ связан на тот же. Мы имеем право по договору, в одностороннем порядке расторгнуть договор. Связаться с замом руководителя департамента городского имущества Прохоровым Александром Владимировичем, от чьего имени было первое письмо, не удалось. Это вот прислужба. Впрочем, и от прислужбы ответа тоже пока нет. Светлана Ганушкина, председатель комитета помощи беженцам гражданское содействие, которое недавно включили в реестр так называемых иностранных агентов, связывает выселение центра с определенным трендом со стороны государства в отношении неправительственных организаций. Гражданскому обществу сейчас нелегко. Но в данном случае, я думаю, что кто-то из чиновников хочет быть в этом тренде, так сказать. Волонтеры продолжают надеяться, что чиновники передумают выселять центр и сохранять за ним помещение на Долгороковской 33, ставшее для многих вторым родным домом. Биата Бубенец, Москва, настоящее время. И вновь время передавать эфир в Вашингтон. Коллеги расскажут о том, как живут в разных странах люди с ограниченными возможностями. Юля, вам слово. Спасибо, Катя. Свыше миллиарда человек в мире детей и взрослых имеют ограниченные физические и умственные возможности. Раньше таких называли инвалидами. Общество ограничивало их возможности жить вместе со всеми, быть такими же, как все. 25 лет назад в США был принят закон, запрещающий дискриминацию этих людей при приеме на работу, при пользовании общественным транспортом и так далее. Юбилею исторического акта была посвящена конференция, на которой выступили правозащитники, которые изучали ситуацию в России и Украине. Репортаж Александра Панова. В США этот закон, подписанный Джорджем Бушем-старшим, а затем модифицированный, подписанный Джорджем Бушем-младшим, называют историческим документом. Президент, члены Конгресса, кандидаты в президенты на будущих выборах – все горды тем, что Америка в этом вопросе среди мировых лидеров. Именно этот закон позволил 19-летнему Бену Сандерману из Техаса с синдромом Дауна получить работу в отельном бизнесе. Местная сеть гостиниц приняла на работу сразу 11 человек с ограниченными возможностями. Мать сняла своего сына на телефон. К 21-му году Бен Сандерман хочет сделать три вещи – получить работу, стать сильным и найти себе подружку. Работа у него уже есть. В России 13 миллионов человек, примерно 9% населения, имеют ограниченные способности. Это официальная статистика. Андрея Мазарина, работавшая в правозащитной организации Human Rights Watch, провела 123 интервью в разных концах страны. Информация легла в основу доклада правозащитников с говорящим заголовком. Барьеры повсюду. Отсутствие доступности для людей с ограниченными возможностями в России. Барьеры начинаются с роддома, где медсёстры уговаривают мам отказаться от больных детей. Те, кто этого не делает, превращают свою жизнь в ежедневную борьбу. Сейчас мы живём в узкой квартире, с узкими коридорами. Сама даже комната узкая. Вы можете обратить внимание, что негде даже на коляске проехать. Сейчас когда инвалидом паркул, человек ставит, кто-то видит. Миллионы людей в России лишены возможности адаптироваться в общество. Отдать ему свои способности, отмечает исследователь, подготовивший фильм, кадры из которого вы увидите. Какие вот, называют, частные предприниматели. И когда я видел, что, я вижу, что доступа не будет, я им говорю, ребята, вот на коляске надо делать. Мы всё знаем, мы сделаем. Я приезжаю, всё не сделано. Россия должна исполнять собственные федеральные законы, предписывающие, чтобы вся инфраструктура была доступна для таких людей. Я разговаривала с Марией, молодой женщиной из Сочи, которая месяцами не может выйти из дома, в городе, где прошли параолимпийские игры. В течение 20 лет американские и российские общественные организации сотрудничали в этой сфере. Американцы рассказывали, как бороться за свои права, помогали со специальным оборудованием. Сейчас всё стало хуже, как говорят правозащитники, из-за паранойи в отношении иностранных организаций. Международные правозащитники отмечают, что принятый в России закон об иностранных агентах резко осложнил работу общественных организаций, занимающихся защитой прав людей с ограниченными возможностями, их сотрудничество с западными неправительственными организациями. А принятые в России ранее законы, защищающие права этих людей, реализуются плохо. Я опрашивала многих, почему это так. Американцы считают, что дело в коррупции. Я думаю, всё сложнее. Проблемы с реализацией подобных законов остаются и в США, и в Западной Европе. После принятия закона об иностранных агентах для российских общественных организаций стало гораздо сложнее получать иностранную помощь. Бесспорно одно. Люди с ограниченными возможностями остаются самой беззащитной частью общества. Они в зоне повышенного риска. Попасть к современным работорговцам, подвергнуться секс-эксплуатации или попасть к торговцам человеческими органами. Задача государства и общественных организаций этого не допустить. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. Между тем, в Лос-Анджелесе проходят специальные Олимпийские игры, в которых принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями. В этом году соревнуется более 6,5 тысяч атлетов из 165 стран мира, в том числе Грузии, Литвы, Молдовы, России и Украины. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время. Катерина Кочкина. Всего доброго и до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok